Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас ноготочки с пигментами, которые относились больше месяца. Обратите внимание, здесь мы будем очень сильно поднимать вниз растущие ноготочки, потому что нужно очень сильно их поднять. И обратите внимание, на что мы ориентируемся при поднятии и опускании ногтей. Мы ориентируемся на боковую ось пальца. Именно параллельно боковой оси должна идти нижняя направляющая, для того, чтобы ноготочки у нас смотрелись ровно. То есть, при моделировании ногтей ни в коем случае не смотрим на сам ноготочек, не обращаем внимания, куда он растет, а смотрим именно на боковую ось пальца. Итак, снимаем материал, убираем длину. Сегодня мы будем перепиливать наши ноготки на квадрат. Это было пожелание клиентки, убрать длину, оставить квадратики. Ну и, в принципе, из миндаля квадрат делается довольно-таки легко. Просто убираем закругленный кончик и оставляем их ровненькие. Но при этом, если миндаль у нас вниз стремящаяся форма, то есть, она сама по себе вниз смотрит и хорошо смотрится на вниз растущих пальчиках, то квадрат у нас должна быть идеально ровная форма. Поэтому здесь придется квадрат поднимать очень высоко, потому что пальчики у нас, как я говорила, сразу вниз растущие. И обратите внимание, мы мало того, что на квадрате должны выровнять нижнюю направляющую параллельно оси пальца, мы еще должны выставить верхнюю площадку параллельно оси пальца. При этом материал я сняла таким образом, что сняла максимально в стрессовой зоне и максимально много материала оставила на кончике, потому что благодаря этому материалу я потом буду делать поднятие и буду выпиливать внутреннюю арочку. Поэтому, когда я говорю, что мы снимаем материал как-то особенным образом, я именно вот это вот и имею в виду. Не во всех роликах получается это показать, но вернее я забываю просто о том, что нужно это показать или еще что-то. В этом ролике я сделала на это упор, поэтому обратите внимание, как все это выглядит. Пилочкой заравниваем поверхность нашего материала, выравниваем нижние направляющие и смотрите, здесь у нас до квадрата будет не хватать довольно-таки много боковых сторон. Именно эти боковые стороны мы будем моделировать из материала, когда будем делать выкладку. Тем временем стандартным образом подготавливаем ноготь, отодвигаем кутикулу, фрезером убираем птериги, наносим праймер, базовый гель и переходим к моделированию. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня моделирование будем выполнять полигелями из моего магазина. Безумно обожаю этот материал. Очень долго я его искала, вложила в него всю душу, и он действительно кайфучий. Сегодня будем делать выкладной френч на новых наших квадратах, поэтому в первую очередь моделируем ногтевое ложе. В данном случае ногтевое ложе у клиентки у нас довольно-таки длинненькое, но, как обычно, на всех пальцах ногтевое ложе разное по длине и форме. Поэтому наша задача смоделировать язычок удлинения из камуфлирующего материала таким образом, чтобы выровнять между собой пальчики, чтобы они у нас выглядели максимально одинаковыми. При этом усы и улыбочки выставляем не в точки в рост наших ноготков, а чуть-чуть повыше, чем точки в ростах, потому что будем делать так называемый френч на вырост, чтобы он до коррекции смотрелся еще довольно-таки аккуратно. После того, как выполнили удлинение на всех пальчиках, мы его опиливаем и добиваемся идеального бортика. Если вдруг вы не видите этого бортика, когда опиливаете чисто борт, то сделайте вот такой вот маневр, пропилите ноготочек сверху. Это, конечно, занимает немножечко больше времени, но так очень хорошо и четко видно будущую линию улыбочки. Я уже этим маневром не пользуюсь, здесь я показала для вас, как можно облегчить эту работу. Но, тем не менее, даже если вы уже привыкли делать выкладной френч, то эта манипуляция будет вам уже не нужна. Сравниваем между собой ноготки. У нас средний пальчик должен быть самый длинный. По правилам моделирования ногтей не должно быть три одинаковых пальца, средний, безымянный и указательный. Они должны быть немножечко разные. Между собой одинаковыми должен быть безымянный и указательный пальчик, средний немножечко длиннее, мизинчик немножечко короче. Для того, чтобы подстраховать себя и потом не потерять усики нашей будущей улыбочки, пробегаемся твердосплавной фрезой. Пропиливаем материал до ногтя, но без ногтя. Обратите внимание, очень аккуратно работаем в этих зонах, потому что там уже практически сразу у нас натуральный ноготочек. Нам нужно снять максимальное количество материала и при этом оставить свой ноготь в покое, то есть не пропилить дырки в ногте. Сегодня у нас будет аквариумный френчик выкладной, поэтому смешиваем для него материал. На основе прозрачно-розового геля, который заменяет прозрачку в принципе в любом ее проявлении, из него можно моделировать ноготок, на основе него можно смешивать всякие разные замесы розового оттенка, не видно, поэтому я не стала брать для продажи прозрачный материал, решила оставить этот, потому что этого вполне достаточно. Итак, смешиваем для себя те цвета, которые нам будут необходимы. В данном случае мы будем имитировать малахит, поэтому смешиваем темно-зеленый оттенок, светло-зеленый, он почему-то на камере смотрится желтый, но он такой желто-зеленый больше, черный цвет и пигмент замешиваем тоже немножечко с акрилатиком, для того, чтобы получить золотой оттенок. В принципе, по большому счету, я не вижу смысла в цветных акрилатиках, потому что действительно акрилатик, он смешивается замечательно с любыми компонентами, с любым красящим веществом, просто отлично замешивается, поэтому смысл выпускать цветные полигели вообще, ну, я считаю, бессмысленно. Итак, мы намешали для себя материал, который нам будет необходим, а теперь палочкой выкладываем его какими-то непонятными разводами. Чем непонятнее разводы у вас в данном случае получатся, тем интереснее выйдет ваш результат. Стараемся делать именно разводы материала, для того, чтобы материал не перемешивался, не смешивался в один цвет, а оставался вот такими какими-то разводами и прожилками. Смотрите, уже смотрится довольно симпатично. И таким образом мы выкладываем все кончики наших ногтей, поднимая кончики на нужную нам высоту. Не забываем об этом, ногти у нас вниз растущие, нам нужно их поднять. И таким волшебным образом моделируем кончики нашего френча. В данном случае у нас такой френч будет только на одной руке, поэтому я периодически подхватываю по одному пальчику, просто для того, чтобы клиентка никуда не впилялась этой рукой и нигде не щухала мою выкладку. Поэтому я выкладываю язычок, вернее не язычок, язычок мы уже выложили, просушили, мы выкладываем кончик. Я выкладываю кончик и отправляю в лампу буквально на секундочку подхватиться. Потом, когда полностью вся рука будет выложена, отправлю клиентку на окончательную просушку на 2 минуты, потому что здесь акрилатик у меня замешан с красящими веществами, и поэтому время просушки будет у него увеличено. На самом деле акрилатик просыхает буквально за 30 секунд. Теперь же переходим к опилу. Явно лишний материал, тот, который у нас не ложится в форму, снимаем сразу же при помощи фрезера, для того, чтобы не пилить руками. Все остальное буквально в два движения опилки мы выпилим, и у нас получатся красивые, потрясающие квадратики. Обратите внимание, как я пилю площадочку. Как я говорила, площадка должна быть максимально ровная, поэтому я ни в коем случае не заваливаю пилку на себя, не пилю на себя от себя, да, то есть движение. А движение у меня со стороны в сторону, и благодаря этому моя площадочка получается ровненькая. То есть квадрат у нас должен быть параллелен со всех сторон. Если мы смотрим на него сверху, то между собой должны быть параллельны две боковые стороны, да, вырисовывать наш квадрат, и торец к ним должен присоединяться под углом 90 градусов. Если же мы смотрим на квадрат сбоку, то квадрат сбоку должен быть параллелен между собой верхняя площадка и нижняя направляющая, и все это безобразие должно быть параллельно боковой оси пальца. Далее выпиливаем внутрь, внутреннюю арочку, как я говорила, из-за того, что мы поднимали очень сильно высоко наши ногти, торец у нас очень и очень толстый. Мы выпиливаем тот материал, который мы на торце оставляли, и тот материал, который мы выложили новый, тоже слегка у нас выпиливается. Почему? Потому что нам нужно было поднимать выше, чем остался наш материал. Но благодаря этому, обратите внимание, изнутри у нас тоже полностью красивый, свеженький выкладной френчик. То есть у нас видно линию улыбочки, у нас видно, где заканчивается удлинение, и начинается френчик. В общем, сегодня мы с вами разобрали схему опила на квадратах. Как я вам и обещала, схема опила на миндалях будет чуть-чуть позже на моей руке. Завтра мы с вами разберем дизайн на этих руках, потому что дизайн у нас был тоже безумно интересный. Я не стала его вставлять сюда, будет в отдельном ролике. Поэтому с нетерпением буду ждать встречи с вами завтра на сегодня же. Я с вами прощаюсь, всем до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok